Генри Киссингеру 94 года. Его влияние на внешнюю политику США чистый ноль. Но он решил заняться проблемой снятия санкций с России и даже дал какое-то интервью, мол, это возможно. Это обычный лоббизм за деньги. Американцы так делают. И Киссингер, произнеся фразу о снятии санкций, много сделал, но для пропаганды. Ведь это мнение 94-летнего бывшего политика, у которого уже нет никаких связей с американской политикой. А для Путина это такая психотерапия, самовнушение, что может быть Киссингер ему чем-то поможет. Хотя Путин не услышит от него решения проблемы в освобождении Украины, Крыма и Востока Украины. Эта проблема на сегодня не в США и не в упрямстве Трампа и Госдепартамента. Проблема в несоблюдении международных соглашений с самим Путиным. И пока эта ситуация не изменится, можно нанять еще троих лоббистов. Результат будет тот же. Это будут деньги, которые будут говорить человеческим языком, что санкции не нужны и без них можно обойтись. Пока все. Это фразы, за которые надо платить немалые деньги, не рассчитывая на то, что они подействуют. Действующие политики таким лоббизмом заниматься не будут, понимая, во-первых, его бесперспективность, а во-вторых, это потеря имиджа. Генри Кессинджер – это человек, для которого вопрос имиджа и репутации уже не имеет никакого значения. За деньги он готов произнести необходимые фразы «любые», а для Путина это самообман. У него возникает ощущение, что с помощью Кессинджера ситуация может измениться. Это как при тяжелой болезни больные от отчаяния обращаются к волшебникам, к исцелителям, к врачам нетрадиционной медицины. Вот и Путин так делает, надеясь, что встреча с Кессинджером ему чем-то поможет. Боже, как же это смешно. Хотя экономика умирает, страна приближается к моменту дезинтеграции, а российские каспирологи в том, что произошло ли произойдет в будущем, обвиняют ЦРУ или кого-то там еще. Хотя главная причина – это то, что делает Путин, нарушая государственные основы. И Кессинджер, и психотерапевты, и волшебники ничего сделать не смогут. Чудес не бывает. Но Путин с этим не согласен. Он до сих пор рассчитывает на чудо, что сама собой поднимется цена на нефть, что санкции будут сняты. Вот последняя идея, которую активно распространяют кремлевские эксперты, что американцы могут согласиться отдать Крым России, будут помогать оплачивать восстановление экономики, согласятся, что Украина не будет вступать в НАТО и вообще они оставят ее в зоне влияния России. Это такой бред не очень здоровых людей. Одновременно происходят и объективные события. Например, США вместе с западным обществом усилят помощь для Украины. Но российские эксперты этого факта видеть не хотят и даже не учитывают его в своих оценках. Это глубоко болезненное состояние, когда реальность не устраивает больного. Тогда он начинает жить в придуманном мире. Может еще нанять артиста, или вот, например, Генри Кессинджер согласится выступить психотерапевтом и рассказать Путину то, что тот хочет слышать, но за волшебные тени. А результата по-прежнему не будет. Константин Боровой Субтитры создавал DimaTorzok